Пускаемся, раз, два, три, четыре, отлично, так, мышка, 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 так, кошка не бегала, нет, мышка есть, да, все хорошо. Язык Delphi, с вводом нового компилятора появились новые языковые возможности, то есть язык Delphi поменялся, поменялся он, поменялся он, поменялся он для мобильных проектов. В старый добрый 3264 компилятор остался таким, то есть еще раньше мне всегда Кирилл говорил, никогда не пугай разработчиками, что появились новые языковые возможности, поскольку разработчики первым делом что думают, а, значит у меня старых проектов не откомпилируется, да. Это касается новых проектов мобильной разработки, старые, то есть классический монолитный компилятор 3264, они у вас работают и проекты можно перетаскивать. А новый злой компилятор появился, да, вот он не злой, как вот дракон нарисовали, на самом деле такой хорек, маленький, хороший, миленький, вот, не надо его бояться, но новое стиль кодирования, управление памятью, другое, введен автоматический счетчик ссылок. Кратко-кратко посмотрим, то есть если раньше были холивары, мы боролись с США, с Java, синтаксический сахар, а вот у вас, а вот у нас, то теперь получается, что старые Delphi борются с новым Delphi, да. Скажите, есть те, кто в старом Delphi хотели автоматический счетчик ссылок или garbage collector, есть такие среди нас? Ну, обычно я руку поднимаю, ну, нет, никто не хотел, хотя на самом деле это большой, ну, вот он, Павел, да, трое нас уже, ну, троих и достаточно, сообразим уже. Да, на самом деле, хотя холивары были дикие, когда же наконец-то в Delphi появится garbage collector. Ну, мы понимаем, что до старых кодов не надо, мы все знаем, что даем объекту унера, и не надо никаких коллекторов. Ну, и холиварить не обязательно, потому что сделано все очень хорошо. Во-первых, зачем нужны перемены, ой, перемены? Новый, ну, все обновляется, и язык Delphi тоже, он тащил слишком много с Паскаля, нужно его, правда, аккуратненько проэволюционировать. Вот, ну, новые люди появляются, чтобы тогда существующие противоречия, а какие? Ну, например, знаете, что в Delphi было множество типов строк. Какие-то, да, через Паскаля для совместимости, какие-то были, вот, copy-on-write, знаете, да, reference count, nc-string обычный. От него было несколько производных сделано, потом появился 2009-й Unicode, и потом еще комп совместимые строки были. В общем, был полный зоопарк. И одно дело вы, ну, на какую-то строку сели и сидите на нее, да, и умеете в сишные строки перебрасывать, ну, терминированные, на самом деле, простые привидения. А новый человек приходит, в Delphi смотрит, да, и видит, а зачем столько много строк? Вот, один тип строк, он Unicode-овская строка обычная, вот, она immutable, то есть вот то, что красненьким подчеркнуто, так писать нежелательно. Сейчас вы пока писать можете, но в дальнейшем лучше этим не заниматься. И они по-прежнему reference count, то есть один вот этот одинокий человек идет, там, я один, но не значит, что я одинок. Прошла унификация относительно строк. Как правильно? Вот конкатинировать, мы же сами прекрасно понимаем, что никакой конкатинации с клейки строк нету. Существует операция на двумя массивами. Ну, может быть, она будет там copy and write и так далее. Но уже достаточно давно появился вот сервисный класс, testing builder, его можно было использовать. И он местами работал производительнее, чем простая конкатинация. Вот если вы так пишете код и писали, и если у вас глаз не режет, и вам не кажется это противоречивым, а в других языках программирования, вы знаете, вот так со сроками работаем, да? Есть те, которым это отвратительно, вот такая форма записи нижняя. А есть те умные, благородные, прогрессивно мыслящие разработчики, которые считают, что в принципе тоже неплохо. Есть? Ну, пока поровну, но ладно. Вот. Строки mutable. То есть вы не можете взять и в середину строки что-то вписать. Вам нужно породить вторую строку и при необходимости перебросить какие-то символы оттуда-туда, чтобы изменить строку. Строки mutable, неизменяемые. Какой вопрос возникает первым делом из-за такой техники? Какой? Производительность, да? Производительность. Нет, на самом деле все, производительность меряется и вот Марко Канту, я его точно не помню, у меня, потому что в драфте его статья есть, где он проводил эксперименты над строками и говорит, что потеря производительности не такая, от чего заплакать хочется. Так что все нормально. Zero base string. Строки теперь считаются с нуля. Ужас, нас предали сюшникам. Сюшная мафия победила паскалистов. Строки считаются не с единицей, а с нуля. Есть те, кто сможет это пережить? А нет, обернитесь, обернитесь. Да, вот. И да, с нуля считается, ну вы же пережили, что допустим, string list считается с нуля, да? Item index считается с нуля. Много чего в Delphi считается с нуля. Динамические массивы с нуля можно посчитать, да? Вот теперь строки будут считаться с нуля. Но будьте спокойны, это есть директивы, это можно включать и выключать. Внутренняя структура строки, что самое главное, осталась той же. То есть вы можете смешивать в проекте с единицей и с нуля строки. Соответственно. Ну классика, конечно, осталась неизменной. Стрейнг helper. Вот, как раз Хирославу был вопрос. Helper используется всячески. Вот они там объявлены. Вот посмотрите, как helper используется. То есть вот helper применительно к чему идет? Применительно к переменной. Вот, S1 contains. Видите, S1 точка. Да, contains. Или, допустим, даже constante. Вон, hello, константная точка, length. У меня PowerPoint не имеет кнопки F9, чтобы прокомпилироваться. Этот код прокомпилируется и нормально работает. Проверял. Автоматический подсчет ссылок. Много споров по поводу управления памяти объектов. Вот голосование выяснилось, что вы не так жаждете это видеть. Но это модный современный тренд. И повод для критики Delphi был всегда. Что вот у вас с памятью приходится самим разработчикам. А мы забывчивые, там объект создали, а убирать мы забыли, а потом то да сё. Ну, на самом деле тоже вопрос можно очередной холивар по этому поводу повести. Вот строки у нас в строках. У вас был счетчик ссылок, просто вы не знали, как он работает. Ну, как бы вам не нужно было знать. Вы сделали строчку, а куда она там ушла, улетела с грачами, вам было неинтересно. Ну вот. В интерфейсах, а в Delphi, знаете, довольно давно существует поддержка интерфейсов, там не арк работал, но счетчик, подсчет ссылок там был, и создавая объект, имея интерфейсную ссылку на него, он сам автоматически удалялся из памяти. Ну, а garbage collector, это понятно, работает фоновый агент, который приходит и убивает ненужные объекты. Вот есть разные способы решения проблем управления памяти. Вот выбран был арк. Ну, вот с интерфейсами понятно было, вот у вас интерфейс, потом класс, реализующий интерфейс, и создавая объект, и получая интерфейсную ссылку на этот объект, он потом журавлями улетал, освобождался, и никакого free вызвать не надо было, не нужно было. То есть этот феномен существовал. Вот то же самое сделано с арком. Смотрите внимательно. Арк работает по умолчанию, вот написано хорошо, да, iOS device and simulator, да, то есть если вы пишете код для этого, то арк автоматически включается. Как это работает? Примерно так же. Синтаксис выглядит аналогичным образом, как у интерфейсов. То есть создаете объект, объект создается, ссылка попала, потом работаете с объектом за комментированной точкой, потом раз, и он опять улетел с грачами, да, как только ваша переменная вышла за границу блока. Освобождение. Можно принудить, да, то есть освободить раньше того, как автоматический счетчик ссылок обнулится, и, соответственно, объект идет из памяти, можно присваивать в него в NIL. А внизу вот такая вот вещь есть для особых тонкоценителей, естествующих. MyObject.disposeOf. Что делает disposeOf? Ваши какие-какие есть идеи, что может делать disposeOf? Еще варианты, отличный вариант. Есть еще варианты какие-нибудь? Да. Я хочу напомнить, что для тебя журавли, во-первых, врачи. Я не политкорректно, я не могу про журавли сказать. Ну, вы понимаете, да. Вертолет, журавли, да. Да. Ну, на самом деле происходит вызов деструктора без удаления объекта. То есть объект после вот этой строчки в нижнем комментарии будет находиться в зомби-стейт. Зачем это нужно? Тот, кто знает, зачем это нужно, используйте disposeOf. Если вы не знаете, зачем это нужно, лучше пока disposeOf не использовать, а просто нулить ссылку. В общем-то и все, что я хотел сказать. Кроме того, итак, есть объект, на него есть ссылка. Живет Вася. Его мобильный телефон знают Петя и Коля. Коля забыл его мобильный телефон, осталась одна ссылка. Вася забыл его мобильный телефон. Вот первый, он все, уничтожается. То есть пока ссылки существуют на объект, он в памяти. Как только ссылки уходят по разным причинам, объект с памятью уничтожается. Проблема одна. Если у вас есть один объект, Вася знает телефон Коли, а Коля знает телефон Васи, они будут бесконечно жить. Никто никогда. Кто первый? Первый нельзя удалить, потому что его держит второй. Второй нельзя удалить, его держит первый. Ну, поэтому введено такое понятие, как слабая ссылка. То есть ссылка на объект берется, а счетчик ссылок не увеличивается. Живет человек, объект, счетчик ссылок один. Второй взял слабую ссылку на него, счетчик ссылок все равно один. Если первый удалится, то все, приехали, объект тоже из памяти выносится. Ну, это вот три реальные моменты. Если вы задумывались об управлении памяти, вам этот механизм понравится. Тем более, что он очень сильно похож на то, на механизм ссылок, который где? Да, понятно. То есть нельзя сказать, что там у Меркадера очередной раз что-то выдумала. Нет, мы знаем различные методы, думаем над различными методами автоматического управления памятью. Но остались на том, на котором надо же было какой-то выбрать. Выбрали вот этот, который тоже считается классикой, удобный и хороший. Ну, подробно можно как раз, вот если вы хотите поглубже, с полемикой, можно как раз посмотреть на счетчик ссылок и как он работает, соответственно, в Objective-C. Вот, вы, содержательная дискуссия, я поддерживаю ее. Вот, так что двигаемся в ногу со временем. Для опытных программистов это решение компетенции. Знать, как работает арка, еще и уметь им пользоваться. Это, в принципе, плохо не будет, материала много. Есть те, кто принципиально отвергает использование нового компилятора из-за арка. Есть такие среди нас? Давайте кого-нибудь запозорим, наконец. Ну, отлично. Все, всем спасибо. А теперь Ярослав на этой оптимистической ноте расскажет, как создавать компоненты для… Для чего компоненты? Ну, пока Ярослав одевает гарнитуру. Раз, раз. В заключении, да, ну, это как выглядит Delphi XE4 с различными шаблонами мобильных проектов. Вот, Ярослав там показал не с нуля, естественно, но я думаю, вы сами с удовольствием покликаете различные шаблоны, где кнопки, таб-контролы… Переключайся. Кнопки, таб-контролы, со стилизацией, все за вас аккуратненько сделано в лучших традициях интерфейсов для iOS. То есть, конечно, не, ну, конечно, на пустом аппликации, на пустой надо немножко поиграться, только не надо спрашивать, как там произвольно что-то поменять, поскольку несколько, есть такая зажатая стилистика, знаете, 44 пикселя. Что такое 44 пикселя? Вот, а почему? А потому что минимальные пальчики… А есть те, у кого музыкальные пальцы? Да, тестировали. Ну да, ну да, это легко на самом деле, там тест примитивный. Раздается всем кнопку, и вы нажимаете, и количество фейлов, да, на единицу нажатия, по гауссу, по три сигма можно посчитать доверительный интервал, да, и размер кнопки. В принципе, математика там невеликая, и там особо… О, там они корифеи, долго думали над эргономикой, все подвержено простому достаточно научному анализу, примитивному, статистическому. Да. Ярослав, ты готов? Да, я готов. Что, вопрос? Давайте. Я говорю слишком быстро. Ну, вы, я точно на память помню, что вы можете у объекта посмотреть, сколько на нем навешано грехов. Это вы можете сделать. А в интервестичном вы хотите у счетчик ссылок, что ли? А зачем? Ну, используйте weak, слабую ссылку. Ну, вы… Ну, это риторический вопрос или есть принципиальный? То есть вам нравится нарушать правила, да, унижать, да, и заставлять ARC работать по-другому. Я не готов, но если вопрос не риторический, я посмотрю уже более детально. Субтитры сделал DimaTorzok